Добрый день! Начинаю рассказ о турнире Львов Традишн в феврале 2016 с нормой международного мастера. Первый тур по нему как грома неапс. Ну, собственно, к сожалению, к этому турниру не удалось подготовиться идеально. Поэтому, начиная с этой партии, во всех белых партиях, кроме Криворучка, вы увидите какие-то чудеса, что обычно белый не получил хуже, чего обычно со мной не случается. Итак, первая партия Бульмени еще подготовился. Я посмотрю, что мой соперник выбирает французскую защиту. Также иногда Фелидора. Ну, французская основательно подготовилась Фелидор, так как сегодня несколько партий было так одним глазом. Гляну, к сожалению, он забрал Фелидора. И так как я готовил Панеги, во-первых, я не вспомнил линию, во-вторых, я теперь не уверен, что это сильнейший путь. После того, как немного посмотрел теорию французской партии. Так, Фелидор, вариант Антошина, довольно-таки хорошая альтернатива варианту Хамана, или как это называется, там, где черный через порядок кодов с пирцем заходит в Фелидора, не бьет на d4. Ну, вариант Антошина также довольно-таки ядовитый. И вот здесь очень интересный момент. Здесь можно сыграть свой на f4, как рекомендовал в своих книгах Элифман. Ну, надо заметить с самого начала, что солнце 4, 2-0, 2-0, а водя е8, по-моему, просто белых здесь ничего нет, когда они рокируют в короткую сторону, черный рокирует, да, там, е4 против d6, это противостояние, думаю, что тут черный более чем хорошая позиция. Поэтому нужно стараться уходить в длинную рокировку, и ход Халифмана с в на f4 этому способствует. Но в чем проблема? Дело в том, что белые должны быть готовы к варианту 2-0, ферст 2 и d5. Естественно, если что-то вроде a6 следует, как в партии моей было подобной позиции, то белый просто лишний темп, если конь c6, после 2-0, конь d4, d4, a6, тоже очень важно, что в сравнении с тем, что мы увидим, слон не стоит на е2, а белых тоже лишний темп. Но вот, конечно, ничего в нашей жизни не бывает бесплатно, и здесь черный мох сразу собрать d5, достаточно острое продолжение. Я думаю, что вполне вероятно, что здесь можно удержать черными. Но практической партии вообще можно перехватить на кратику db5 и на слон b4 к сожалению, e на d это плохо. Форсированный вариант в идее 8, слон e2, d4, ферст d3, слон f5. Вы видите, что черные пожертвовали пешку, они не против пожертвовать качество здесь, но их фигуры слишком активны, потому что белые отстали с развития. В конце варианта получается, что у черных два слона, белых ладья и две пешки, то есть когда было игрено так по варте, по переписке, черные даже победили. К сожалению, е на d нельзя играть, нужно ходить от 2-0, то что рекомендовал Халифман в своей книге. На что следует c6 черные, просто после конца 7, конь e4 жертвует в 1 на a8. И вот не знаю, Нейхет, наверное, подумал, что эта линия, которую я сейчас покажу, достаточно до перевеса, но, наверное, в практической партии вполне можно идти на данный вариант за белых, потому что они здесь ничем не рискуют и получают хороший эншпи. То, что рекомендовал Халифман, по-моему, это опасно до белых после ферст e3, конь c3, bc, слон e3, король b1 следует ход коня 6, и более точно удар слона 6, чем коня 8, сразу по некоторым причинам. Коня 8, ферст 5, вы видите, что просто не хватает води у черных, но ничего страшного, у них преимущество 2 слонов, и они просто хотят мат поставить, конь на 8 отыгрывается. Кроль a1 точный ход слон e6, ферст d3, ради a8, черных более чем достаточная компенсация, что было доказано, что даже в партиях по переписке черные имеют здесь 50%, вот, так что надо ходить ферст d4, такая разница между d4 и ферст d3, ну, во-первых, слон c5, что там, что там плохо, потому что следует удар на e4, и данная позиция, хотя симметричная пешечная структура, за счет того, что пункт d6 у черных провалился, у белых огромнейший перевес, поэтому здесь должно последовать слон c3, bc, ферст d7, с угрозой ферст d3, опять-таки, нельзя брать на 8, белые часто играли кроль b2, но по переписке была часто сыграна c4, всего одна партия была сыграна в классику, начиная с данной позиции, здесь найдич против Хапоненко в дохе 2014, сыграл коня 6, это большая ошибка, потому что после коня 8 как бы 4 король b25, ферзи 5, ему пришлось менять ферзей, и у белых очень много получается пешек лишних, ну, водя d2 не был сделан ход, но просто если вы посмотрите данную позицию, пешка c5 падает, пешка c5 падает, после этого падет пешка d5, конь на h1 скучает, в общем, белые так выиграли и в данной партии, он так будет еще проще разыграть, то есть нужно черным играть после c4 ферзи 3, как играли по переписке, ферзь b2, ферзь а5, здесь опять-таки точный ход, сцена 1 начать именно на конь a8, что минимизирует возможности черных, конь f2, слон e2, конь a6, конь a8, конь h1, ладья h1, конь b4, ферзь c5, и а3, очень сильный ход, черные тоже откручивают, но чисто компьютерная игра, конь c2, ферзь c2, ферзь c3, король d2, cd, и опять чисто компьютерный ход, что опять-таки доказывает, что этот вариант очень сложный, ферзь c3, и черным приходится меняться на c3, и конь c7, ну здесь была с данной позиции разыграна около 5 партий в моей базе, по переписке белые выиграли всего одной, ну то есть практически партии также думаю, что белые могут несколько партий выиграть при игре равных соперников, все-таки им проще данную позицию разыграть, они сейчас заберут на c4, потом постепенно могут отъесть ферзевый фланг, и дам материала мало, ну все может закончиться вполне, энджпиль, ладья и слон против ладья, собственно, длительное мучение черным обеспечено практически партией, поэтому я думаю, что в следующий раз я буду идти на этот вариант, сыграю слон f4, не буду бояться данного варианта за белых, потому что можно перейти в энджпиль, а гибкая схема нехи, слон e2, слон f4, то есть белые здесь не определяются, куда рокировать, я ее больше не сберу, почему, да, действительно, как сыграл мой соперник партии, он сыграл ошибочно, это клат a6, и мы увидим, что это ошибка, у нехи все правильно расписано, но вот и немного подвигал фигуры, почему после вводя e8, фрз d2 я бы не сыграть конь c6, да, действительно, слон f8, f36, 3 на b5, король b1, как пишет на эхи, возможно, есть перевес, но вот, конь c6 мне не убедительно, потому что после 3 на 0, конь d4, фрз d4, слон e6, опять-таки, эта позиция может возникнуть со слоном на f1, вводя на f8, но явно включение этих ходов в пользу черных, потому что вводя на e8, может быть полезно после размена легких фигур на d5, например, f3, a6, и здесь Неги пишет, что просто у белых плюс равно, и все, вариант заканчивается, давайте попробуем подвигать фигуры, например, g4, ну, как в английской атаке, попытаться надвинуть пешки, b5, аж 4 черные, точно так же надвигают, c5, fd2, b4, и нет ничего более логично, чем прыгнуть к нему на d5, но, по-моему, это просто равенство, потому что как раз черные заняли уже вертикаль e, дальше они сыграют f6, и будут надвигать пешку a, то есть, думаю, что черных здесь не хуже, а если играть в король b1, то следует сильная c5, fd2, b5, бить на d6 возможно, но после fc5, форнок более чем достаточная компенсация за пожертвованную пешку, видите, они первыми просто начали атаку, а после король b1, c5, fd2, b5, g4, последовало b4, конь a4, слон d7, b3, слон a4, b8, конь d7, слон d6, конь b6, ff4, слон g5, слон c5, слон f4, d8, 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 я не знаю, где точно, сделали белую ошибку, но в партии Fierr и Vashvili прошлогодней, свежая партия, просто известный бразильский брасплейстер с рейтингом 2600 оказался на 20-м ходу без качества и тяжелой позиции, показывает сколько интересных данный вариант Антушина в защите Фелидора, потому что черные в принципе могут с темпами, как мы видели, a6, b5, c5 создавать атаку, поэтому в данной темповой борьбе очень важно до белых не тратить такие темпы, как ход слон e2, нужно очень срочно f3, g4, g5 толкать. Ну, ладно, это была теоретическая часть, теперь перейдем к практической, то есть a6, rd25, mb3, b5, все ходы логичны, и вот здесь очень важный момент, как бы вы сыграли за белых. Итак, этот вариант, который написан в них, я видел, ну, я не смог воспроизвести за доской, к сожалению, потому что бывает иногда провал в памяти, здесь просто 3 0 очень сильный ход, нужно ходить c4, иначе пешку на d6 защитить невозможно, и конь d4, украшает конь f5, черная опять вынуждена защищать пешку d6 путем b4, но в чем проблема, после конь d5, конь d5, следует e на d, и пешка c4 погибает, конечно, самая адекватная защита просто скинуть ее, но я здесь заканчивает анализ и говорит, что белых столбик, и в принципе я согласен, за счет чего, потому что они дальше просто могут своего коня поставить, на c6 и у них конечно, в практической партии у черных есть какая-то компенсация, допустим, они слон на f6 поставят, но не больше, но проблема в чем, что после слона f3, последовал очень сильный ход b4, после конь d5, конь d5, опять же d5 водя a7, у черных все хорошо, но опять-таки интересная позиция, как бы вы здесь сыграли за белых. Так, я должен сказать, что здесь уже равенство, нужно было играть либо как я сыграл в партии, либо ударить к нему на c5. Опять-таки, первый тур забавно, я не видел хода конь c5, что могу забрать просто пешку, потому что ринге не цикой на b8, хотя, опять-таки, в данный турнир я, как обычно, приехал за день до начала, мой соперник приехал в день партии, и тем не менее, очень много странных решений в данном первом туре я принял, как, например, здесь. Ладно, можно было не вспомнить ход 3-0, но как можно было здесь не увидеть, что конь c5 выиграл пешку. Ну, да ладно. Начнем с плохих ходов. 3-0 это ошибка, потому что после ума с 6-5, ладья d7 черные просто создают атаку. А ладья d1 это примерно то же самое, что в партии могло получиться, но только я поставил ладью a d1 в белую спрощаться в свои возможности. Ну, в принципе, кроме ход 2-0 две нормальных альтернативы, первая a3. Ну, черные также не испытывают проблемы, они защищают пешку d6, потом с ладью a6, перца 2, b, ладья a3 и ходят спокойно, конь c6, то есть черных возможность занять пункт d4, у них контратака по вертикали b появляется, да, у них слабые пешки a6, d6, но позиция примерно равна. Ну, и самое смачное это пункт bc5, что я не заметил. И действительно, если d на цифер, с d8, ладья d8, слон b8, следует ладья a d7, слон b4, слон f6, ладья b1, и белую просто защитили. Пешку у них здоровая лишняя пешка и перевес. Поэтому я не уверен, чтобы мой соперник нашел бы здесь сильнейшее продолжение за черных, как бы вы здесь создали. Так, сильнейшее продолжение это ход g5, забавно, от короля. Ходить, но сейчас мы увидим разницу, посту как слон отходит и происходит разбер, но какая разница, да, действительно, черные теперь контролируют поле f4 и просто угрожают ладья d2, а также слон f6, поэтому у них более чем достаточная компенсация по пешку. То есть, видите, в этой позиции у белых особо уже ничего нет, но можно получить хуже, как мне это удалось сделать через несколько выходов, два нуля, кун е6, ферзь d2, конь c6, здесь все-таки нужно было играть a3, ну, фактически, переходя в тот вариант, который мы только что видели, с ранним a3, здесь черные могут просто уже ударить на b3, сыграть конь d4, сыграть d5, позиция равна, здесь белые просто могут ударить на d5, потом выменяться на d4, поставить слон на c4, ну, игры очень мало остается, в принципе, вадя fd1 это первый ход не туда, потому что после вадя d7 уже нужно решать определенные задачи, здесь я думал сыграть ферзь d2, но мне не понравилась позиция после c4, конь d4, конь d4, вадя d4, слон f6, e5, да и вадя d7, ферзь d7, слон e5, слон e5, ферзь e5, ферзь d2, то есть я досчитал до этого момента, вижу, что ферзь заходит, у меня проблемы с защитой пешки c2, c3 нет, вадя d4, под fb2, очевидно, в d4 тоже играть не надо, но оказывается, вполне играбельная позиция могла бы получиться после ферзи e1, ферзь c2, ферзь b4, но надо заметить, что если сравнить это, если сравнить, позицию с той, которая возникла в партии, здесь у белых больше проблем, потому что они не могут нормально удерживать пешку на c3, здесь у черных небольшой перевес, он же оставался, неприятная задача защиты данного энджбля была бы, так что возможно c3 я правильно сыграл a5, здесь опять-таки я сделал точный ход, а сначала когда играл c3 планировал сыграть fc2, но к счастью заметил, что a4 d2 a3 это просто разгром, потому что если взять на a3 падает пешка c3 из-за связки, вот одна из причин почему ладья a1 может быть надо было на d1 ходить именно той ладью, потому что не было бы дальней связки, ну к сожалению поэтому приходится ходить кунь c1 это выглядит очень пассивно ну и здесь компьютер вообще показывает что у черных столбик но для этого нужно сделать очень неудачный ход интересно найдете ли вы как бы вы здесь сыграли за черных так единственный ход который дает черный большой перевес это g5 достаточно забавно опять-таки черный ход от короля но захватывает пространство g3 g4 e2 d5 e2 d5 f1 d1 bc bc d8 в принципе очень странная оценка что компьютер это аж минус 0.8 вроде бы в белых нет особых слабостей только пешка на c3 слабая черные еще слабее пешка g но если вы посмотрите они просто кунь f5 с кунь f6 собираются сыграть кунь c1 пассивный за счет всех этих факторов возможно у черных большой перевес ну это сложно понять конечно в практической партии поэтому последовал логичный ход fb6 и d3 то есть я улучшу наконец-то своего меня и близок к равенству как бы как бы здесь сыграли за счет так нужно было сопернику понять что основной позиционный фактор в данной позиции это вводение вертикали b поэтому лучше ход был бы ход ходя b8 и на слон e3 ну с идеей кунь f4 партии просто можно сыграть кунь e5 кунь f4 и даже на f3 не бить а кунь c4 ферси 2 кунь e3 ферси 3 слон g5 какая разница с тем вариантом как мы увидели в партии то что слоны на доске и белые не могут делать ход освобождающий с f3 ну у черных два слона и так далее перевес здесь черных минимальный но очевидно вводя fd8 это промедление последовало слон e3 и мой соперник здесь очень много времени потратил тут уже думал что позиция подровнялась нужно было одним из способов играть либо кунь e5 кунь e5 да и ферси e1 и тут компьютер еще какой-то перевес черный но по-моему все очевидно что после данных разменов партия через несколько ходов завершится в ничью или что еще более простой способ сыграть просто d5 и дослон d5 не знаю может мой соперник на слон g4 не нашел противоядие но это очевидно что просто слон e6 черные выигрывают слон d5 ладья d5 ферси 2 здесь по-моему партия через несколько ходов завершилась мячью но последовала d8 то есть мой соперник понял что нужно занимать вертикаль b но сделал это с потерей темпа поэтому я не должен испытывать никаких проблем уже кунь f4 кунь e5 то есть здесь просто был бы сейчас ход черных они бы сохрали кунь c4 слон e2 bc bc и просто очень странная вещь произошла сейчас оба соперника допустили грубую ошибку именно ошибка то есть черным естественно нужно было здесь ходить кунь c4 слон c4 слон c4 и после кунь d5 слон d5 ферст d5 можно сыграть в этот d8 и приблизительно то же самое что в партии получается позиция просто-напросто равна компьютеры пишут символическое преимущество белых нет вряд ли оно есть последовала слон c4 ну и как бы вы здесь сыграли за белых и вы могут получить перевес различными ходами и так можно получить перевес различными ходами но я не сделал ни один из них то есть даже такой ход как слон c4 вел перевес поскольку после слон c4 ферси 2 кунь d3 ферси 3 я думал есть слон g5 черный выменивается на f4 и заходит по вертикали b но не увидел ход ферс h3 в принципе достаточно простой темповый ход дальше кунь идет на d5 у белых остается определенный перевес но дело в том что ход конь d5 еще сильнее был я конечно понимал что после ферса 6 можно поменяться c4 связка очень опасна все хорошо но почему-то не смог просчитать вариант на 3 хода вперед то есть я думал что слон d5 последует ферс d5 ферс b2 и не хотелось защищаться путем ферс на d2 потому что меняются ферзи лади заходят по вертикали b хотя белых 2 свона ничего особого нет так мне казалось компьютер даже ход d2 показывал что плюс ровно все равно есть но дело в том что просто есть ход слон d2 который я пропустил удивительно вроде бы но он напрашивается то есть если ферс d2 защита не проходит почему бы слон d2 не сыграть все защищено белые украшают сыграть f4 слон c4 у белых преимущество до слонов черные не могут зайти по вертикали b в общем большой перевес у белых так что мне очень сложно сказать что это было то есть взаимные ошибки данной партии партия первого тура очень некачественная получилась очень много неточностей ошибок с каждой стороны так поэтому сыграл коинь d3 это ошибка с вон d3 вон d3 здесь черная легко было уравнивали ферс c6 не стоило сразу пить на d3 войдя b1 войдя b1 войдя b1 войдя b7 и потом поменяться просто в d3 ну ничего на доске стоит но после этого коинь d3 какие-то шансы минимально мне дает d3 ферс c6 вон f4 войдя d8 ну и последний интересный момент партии как бы вы здесь сыграли за белых итак ну у нас заметили что соперник осталось минут 5 я тоже очень много времени потратил обычно я трачу меньше часа на партию здесь же думал-думал ничего не мог придумать то есть я понял что ферс d5 здесь просто уйдя b7 уйдя d1 и f6 черное все хорошо у них но c4 был ход я думал что после войдя b7 войдя b1 войдя b8 размен на b7 следует черное захватывают вертикаль b ну опять-таки не смог просчитать больше чем на 2-3 хода просто тут можно сыграть e5 после ds1 e5 белый контролирует поле b2 то есть инициатива черных по вертикали уже не имеет особого значения если сравнить эти слонов конечно у белых хороший слон у черных плохой слон да конечно этого явно недостаточно до победы но можно было еще подавить подавить давление какое-то создать на позицию соперника но увы сыграл ферс c4 это позволяет черных водиться естественно после d5 после массовых разменов соперник предложил ничью в принципе может быть даже у черных символически здесь есть перевес но я думаю что очень сложно такое выиграть за черных например тут можно сыграть просто король d1 король c2 перегоня короля на защиту пешки a2 ну в общем я думаю все-таки этот перевес черных символичен в принципе прошло время сделать вывод по данной партии как мы увидели дебют а именно варианта Тошина защиты Фелидора достаточно интересный вариант в принципе черный здесь мог играть на борьбу как мы видели в недавней партии Фьера который разыграл по нехе дебют и 20-го хода получил проигранную позицию поэтому я считаю что в следующий раз по нехе играть не буду а буду через ф4 разыгрывать данный вариант дальше мы увидели что мой соперник сделал ошибку я не смог наказать его выиграв пешку и получилась такая вязкая очень позиция в которой даже шансы черных до определенного момента было лучше потом подравнялась в принципе потому что мой соперник сразу вертикаль б решил не занимать и вот очень забавный момент в данной позиции случился просто слабый ход с ван c4 и ужасный ответ конь d3 то есть мой соперник дал мне возможность получить большой перевес я не воспользовался и партия быстро закончилась в ничью ну что ж достаточно скомканная слабая партия со стороны обоих соперников ну которая очередной раз показывает что в стратегически сложных позициях можно часто ошибаться на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца с вами его мдп субтитры 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 субтитры